В этом части говорим об антикоррупционной работе, которая проводится в холдинге РЖД. Александр, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. И вас благодарю за эту возможность задать вам вопросы. Вы были участником конференции, которая проводилась с издательским домом ГУДО. Конференция называется «Формирование этики ответственного антикоррупционного поведения. Инструменты и методы перспективы». В том числе говорили об антикоррупционной пропаганде в холдинге. Ваше впечатление от этой встречи, тем более, что она собрала большое количество представителей совершенно разных сегментов, в том числе транспортной отрасли и не только. И люди делились своим же опытом, как они проводят эту работу. Денис, спасибо вам, конечно, за вопрос. Мы с удовольствием приняли участие в конференции. Я бы сказал, что явились даже инициаторы данной конференции на площадке РЖД. Подошли к этому делу ответственность. Немножко, конечно, мы переживали, как она у нас пройдет. Но вот уже сейчас вижу некоторые отзывы, что всем понравилось. Почему возникла идея проведения данной конференции? Потому что у нас в компании уже системная база с нормативными документами давно создана. И, как известно, мы занимаем лидирующие позиции при рассмотрении нашей деятельности антикоррупционной внешними регуляторами, контролирующими органами. Второй год подряд мы занимаем лидирующие позиции в созданном Российским Союзом предпринимательником и промышленником антикоррупционном рейтинге. Но, занимаясь данной работой каждый день, мы видим, что до людей, до работников, до сотрудников нашей компании необходимо доносить те ограничения, запреты, те нормы, которые зафиксированы в данных документах. А вот здесь у нас уже возникает определенного рода сложности. Я не скажу, что проблемы. И вот поделиться новыми контентами, поделиться новыми функциями, методами, как это делать, как это донести до людей, донести до разных категорий, начиная от рабочего состава, заканчивая инженерно-техническими работниками, до руководителей. Вот здесь мы увидели, что необходимость создания данной конференции. Нам отрадно, что в ней приняли участие и транспортные предприятия, приняли участие наши контрагенты, приняли научные эксперты. И сейчас, наверное, будет обобщен данный опыт, и мы продолжим делать такой вот обмен мнениями, сделать традиционным. Почему? Я скажу, что на этой конференции встретил экспертов и своих знакомых, которые занимаются данной проблематикой, профилактикой коррупции уже не один год. И каждый из нас был на многих мероприятиях, собственно говоря, и все в один голос говорят, что необходим прикладной характер. И мы старались этот прикладной характер придать нашим веяниям. При выступлении наших коллег из МИИТа, где мы обучаем своих работников в компании, при выступлении научного сообщества из ИЗАКа, при выступлении наших контрагентов, мы услышали те элементы, которые могут нас связать. Мы уже договорились, не скрою, в кулуарах, это будет пока секретом, естественно, взаимодействие с рядом организаций. И будем делать определенный подруг, который поможет нашим работникам понять, зачем это нужно, понять, как себя вести. Еще раз повторяю, у нас есть все это в компании. И вот основные усилия сейчас, отвечая даже на вас вопрос коротко, заключаются в том, чтобы это донести до людей, чтобы это все заработало, чтобы это стало им интересно. Насколько сейчас уже работники холдинга понимают, что такое коррупционная составляющая, что является коррупционным действием, или все равно еще необходимо проводить серьезную работу в плане какие-то стенды, рекламные ролики, или даже просто при приеме на работу, когда человеку подписывают множество документов, проходят какие-то специальные тестирования, он еще и получает определенную памятку или какой-то ликбез относительно того, что такое коррупция? Безусловно, Ненис, конечно. Это работа не одномоментная. И сказать, что у нас уже все знают и понимают все работники, это безусловно не так. Это длительная-длительная работа. На одном из совещаний, на одном из проведений Совета президента по противодействию коррупции, который возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он сказал недословно, но примерно такую фразу, что те задачи, которые стоят перед вами, они трудны и даже, может быть, труднодостижимы. Но если мы остановимся и не будем их выполнять, их достигать, то ситуация с противодействием коррупции станет еще хуже. Ну, если сказать, применить это все к нашей компании, то, собственно, знают, но очень велик процент, элемент, как это довести до людей, потому что не все читают большие документы. Сейчас на прошедшей конференции вы наверняка слышали, мы говорили по инкографике, мы говорили про ролики, мы говорили про игровые контенты, которые необходимо доводить. Все это ориентировано на молодежь. У нас активная молодежь, и в компании у нас поддерживаются традиции, традиции духовно-нравственного воспитания, традиции патриотизма. Мы все знаем, что Олег Валентинович Белозерова объявил следующий год годом корпоративного волонтера. И вот именно одно из наших начинаний, Центра противоречивания коррупции по созданию движения неравнодушных людей, оно вписывается в эти задачи. Мы считаем, что говорим мы о программных продуктах молодежи, пожалуйста, мы говорим о профилактике коррупции. Говорим мы о рисках, говорим о профилактике коррупции. То есть во все бизнес-процессы должны быть вписаны эти элементы, чтобы люди понимали, что открытая, честная компания, открытая, честная работа каждого человека на своем месте, оно принесет доходы, оно увеличивает и благосостояние каждого работника. Без этого действительно нельзя, без этого не будет. Вы спросили меня о том, что в настоящий момент, одно из важнейших элементов, это именно продвижение до каждого низового уровня понимания, этики поведения, антикоррупционных вещей. Потому что говорить о законе, когда борьбой занимается, то, что нас любят смотреть, эти занимаются правоохранительные органы. А мы занимаемся именно профилактикой, чтобы не довести людей до того порога, до той черты, переступив которой уже может быть сломана жизнь. Вы хороший пример привели с волонтерами и с молодежью. Потому что заложив это в более раннем возрасте, человек, когда уже совсем сформируется, уже много лет отдаст компанию, он сохранит в себе честность, открытость своему труду и не будет выносить с работы какие-то вещи, не будет делать еще более страшные какие-то преступления, связанные как раз с тем, о чем мы с вами говорим. Безусловно. Поэтому ведь одной из основных позиций, именно если говорить о законе, там и написано, воспитание неприятия коррупции. Но это два сухих слова. А мы должны это все воплотить в те действия, которые будут понятны и доступны разным категориям наших работников и разных возрастов, чтобы это было очень динамично, чтобы это было интересно. Я уже говорил о том, что разрабатываются различные кейсы, квесты, игры, ролики о сложном просто. Знаете, к сожалению, статистические исследования говорят, что не вся молодежь, но есть такая некая тенденция, когда людям сложно читать большие тексты, когда есть социальные группы. Вот мы на это сейчас нацеливаем свою работу, чтобы именно донести те моменты, что нужно делать в той или иной ситуации. Если я не хочу останавливаться на таких сложных понятиях конфликт интересов, минимизация коррупционных рисков, бизнес-процессов, это сложные вещи, которые тоже необходимо делать, и они делаются в компании. Но понимание, восприятие о том, что плохо, что хорошо, черное и белое, это должно быть на уровне инстинктов, это должно быть на уровне аксиомы. Спасибо вам за эту беседу. Я хочу пожелать вам успехов в этой работе. Это непростая работа, и учитывая, что уже много-много лет вы этим занимаетесь, и сейчас делаются новые какие-то шаги. Вы пытаетесь уже следовать и трендам, которые существуют в мире, и на рынке, опять же, во взаимодействии с той же молодежью. Вам только успехов, а мы, надеюсь, встретимся в студии, подведем какие-то итоги уже спустя время. Вы расскажете о том, как все-таки реагируют работники на те или иные ваши предложения. Спасибо вам большое. Спасибо.